Что делает ребята, которые сейчас в СССР связаны с восстановлением услуга, там заключается в основном предоставление юридических консультаций в виде услуги в юрисдикции СССР, относящиеся к уходу от кредитов. В действительности это не выход, то бишь это хреновый выход, но в принципе он рабочий. Я не о чем, я тебе скинул переписку, мне это вообще неинтересно. Восстановить какие-то там народные суды, народные вещи, съезд народных депутатов, то есть основное управление восстановить, это мне неинтересно. Остановить народное имущество. Надо понимать, что так или иначе должно идти финансирование, здесь весь вопрос получения власти, а власть это в том числе управление деньгами, потоками. Так вот, значит услуги, какие сейчас СССР предоставляет, паспорт не могут выписать, да, а там купить, допустим, членство какое-то тоже нельзя. Ну, то бишь это все как-то не системно и непонятно. Значит, на мой взгляд, мы в принципе можем предложить ребятам, которые сейчас являются там лидерами, в общем, предложить восстановить Центробанк, тем более, что он восстановлен, да, называется Центральный Республиканский Банк РСФСР, с целью выпуска рублей, ликвидных, настоящих, которые реализовать как крипторубли. Вот, то есть мы абсолютно в легальном правовом поле выпускаем под имущество СССР, находящееся на всей территории СССР, энное количество рублей, которые раздаем людям в качестве оплаты за выполненную работу, да, там, правоохранительным органам, там, милиции, в общем, ну, всем-всем, да, вот, и таким образом мы получаем сразу армию, как бы, людей, которые готовы работать за деньги, причем за ликвидные деньги, да, обеспеченные всем имуществом СССР. Ну, в данный момент, как бы, это имущество уйдено, понимаешь, что по документам, вот, он грит, гат, но, как бы, по факту, и, что, допустим, у тебя есть документы на телефон, а телефон, а телефон, он пользуюсь я, вот такая ситуация, как-то, все, получается. Там Тараскин, в одном из видео, он объяснял, или не Тараскин, короче, вот, там было объяснение, что, значит, когда ты ездишь на машине, да, ты ей распоряжаешься, ты ее заправляешь, ты ее моешь, и в какой-то момент ты вдруг захотел ее продать. Ну, в общем, берешь, там, написали расписку какую-нибудь, и, в общем, ты ее продал, взял оплату у другого человека. А при этом, если ты не являешься владельцем, то, в общем-то, ты совершил мошенничество. То есть, ты продал вещь, которая тебе не принадлежит. Вот, ты, в принципе, можешь передать право распоряжения, если это предполагается договором. Тут вопросов нет. Ну, право прибыли, с этого ресурса не было. Пожалуйста, право прибыли можно даже передать, если это договором. А если ресурс ушел в негодность, мы его передавали, передавали, А, ну, да. Ну, как бы, тут понятно, что остаточная стоимость, она вплоть до нуля уменьшается, и, собственно, ну, понятно, что. Так вот, земля, по крайней мере, и ресурса, недр, которые там, в этой земле, да, находятся, их никто, в общем-то, никому и не передавал, не продавал, потому что это, в принципе, ну, как бы, невозможно. Так вот, а если кто-то, где-то, когда-то, купил у кого-то ресурсы, находящиеся на территории Российской... РСФСР, заговорился, да, СССР, вот, то это не является, в общем-то, как бы, легитимным, соответственно, а должен, как бы, все... Приходит легальный настоящий владелец, говорит, ну, слушайте, ребята, вы, конечно, тут передавали мое имущество из одних рук в другие, но верните его обратно. Ну, да. Вот, это называется национализация. Понятное дело, что это революция. Революция, она никому не нужна, поэтому предлагается восстановить, как бы, реальное положение дел, то есть, все ресурсы, там, недра, они, естественно, народные, да, на средства производства большие, да, тоже, по большей части, народные, вот, ну, ладно, с этим, как бы, бог с ним, потому что, так или иначе, там уже все поперестроено, получается, и то, как бы, в том виде, в котором оно передавалось, оно уже, там, модернизировалось, и уже, в общем-то, заводы те же самые, уже, там, другие стали. Поэтому заводы... А вот, по поводу ресурсов земли, вот тут вот, ну, никак. Так, то есть, ну, как бы, нельзя продать землю. Она народная. Ее, в принципе, нельзя продать. Можно передать право пользования? Да. Вопросов нет. А кто вам давал право пользования? Покажите документы. Хорошо, нет документов. Давайте мы вам выпишем документ за стоимость договорную. То есть, как бы, собрали вечер, собрали совет, там, решаем, да, есть завод. Завод стоит на территории. Да. Без документов. Вопрос. Давайте сделаем, чтобы легитимно этот завод арендовал ту территорию, на которой он находится. В юридикции СССР. Это стоит каких-то денег. Согласен? Вот это и есть услуга, которую СССР может сейчас предоставлять. Вот. Понятно, что для этого надо силу иметь. Для этого надо армию иметь. Для этого надо иметь деньги. Понятно, да? И ресурсы. Ну, ресурсы, сейчас, понимаешь, это мозги людей. А мозги, они покупаются за цифры. То есть, берешь, выпускаешь цифры, показываешь, что они имеют ликвидность. Что у них есть, как бы, обоснование. И дальше промываешь мозги людям. Они верят в том, что эти цифры являются ценностью. И за эти цифры идут, убивают друг друга. Все просто. На Украину посмотри. Там, в течение двух лет промывают мозги настолько, что братские там... Ну, братья идут на братья, да, убивать. Так что, сегодня, кстати, тоже смотрел видео, значит, по политическому, психологическому... В общем, для того, чтобы люди поменяли свое поведение, да, с хорошего, там, с кардинально хорошего на кардинально плохое, Для этого, в общем-то, нужно, там, пару психологов. И вот эти психологические приемы, которые из людей делают зомби. Вот.